Приветствую вас, Дарья, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить то, что вы не спрашиваете ничего у нас, у психологов. То есть вы просто некую ситуацию описали и в общем все. Вот, констатируя тот факт, что вы запутались. Я в принципе понимаю ваше состояние примерно, но мне бы хотелось, конечно, чтобы вы более подробно описали то, чего именно хотите от психологов и в чем конкретно вы хотите разобраться. Потому что если вы хотите понять своего мужчину, то нет, у вас это сделать не получится, потому что чужая душа, подъемки и профессиональная этика запрещают нам обсуждать третьих лиц. Да и неэффективно это лично для вас. Что касается лично вас, то здесь все упирается в то, как с одной стороны вы не доверяете себе и имеете некоторую тревожность относительно того, что ваши личные границы могут быть нарушены, нарушены по вашему мнению как раз таки мужчины. Именно поэтому вы долго его не пропускали к себе, потому что вы боитесь близости. Человек, который боится близости, к сожалению, это человек, который себе не доверяет. Если человек себе не доверяет, то у него, к сожалению, есть достаточно такие, я бы сказал, серьезные проблемы. Потому что этот человек постоянно нуждается в каком-то подкреплении того, что человек чувствует, что человек хочет, что человек знает, что человеку нужно и так далее. Вот. То есть, к сожалению, вот если я прав и вы действительно себе не доверяете, то это, ну, на мой взгляд, достаточно такая, периодная проблема, вот, которая может усложнять вашу жизнь, причем, ну, делать это совершенно не оправданным. Вот. Следующий, следующий момент, который я хотел бы зафиксировать, это момент, связанный с тем, что вы, на мой взгляд, позиционируете себя как приз. Вы позиционируете себя как ту, кого нужно завоевывать. Вот. Если вы позиционируете себя как ту, кого нужно завоевывать, то нет ничего удивительного, что мужчина, ну, скажем так, боится, значит, чувств к вам, вот, потому что ему кажется, что если он уйдет, если он уедет, то с ним бы уже не будет. Ну, потому, ну, потому что, ага, потому что вас завоевывают что-то еще. Вот. Не столь важно, насколько это правда или нет, это не столь важно. Важно то, что человек в это верит. И если он в это верит, то, скорее всего, эту веру в него усилили именно вы. Я не говорю о том, что это было сделано вами, эм, например, специально. Но сейчас, когда вы впустили человека в свое личное пространство, вы стали в нем нуждаться. А, как бы, то, что вы себе не доверяете, это, ну, никуда не делается, естественно. Ну, только теперь это работает в обратную сторону, если раньше вы защищались, если раньше вы пытались таким образом себя защитить. Ну, вот, и сейчас вам, молодой человек, нужен именно для, эээ, скажем так, для, для того, чтобы лучше себя чувствовать. Так, чтобы лучше себя защитить, того, чтобы, чтобы, ну, для нормального взаиме, нормального, ээээ, для нормальной жизни и деятельности вообще. А, доверие себе, оно, к сожалению, никуда не делается. И, эээ, очень важно, чтобы вы обратили свое внимание на это, очень важно, чтобы вы увидели то, что, эээ, вы себе не доверяете. Вот, и очень важно, эээ, чтобы вы начали больше себе доверять, тогда вам будет проще, гораздо, гораздо проще выстраивать отношения с мужчинами и людьми. Ну, возможно, вы не будете так обесценивающе к себе относиться, возможно, вы будете относиться к себе куда, ну, куда более, эээ, корректно, скажем так, куда более, куда более, ээээ, ценно. Давайте вот так, наверное, постараемся сказать, да, куда более, эээ, ценностно. Вот, вот, и, соответственно, это позволит вам выстраивать такие отношения с, допустим, мужчинами в том числе, которых вы хотите. Такие отношения, эээ, которых вы могли бы сказать, например, что, да, да, ну, что достоин. На мой взгляд, эээ, сейчас вы пытаетесь человека понять, это бесполезно, потому что, эээ, мне кажется, кажется, что вы изначально выстраивали не совсем корректную, здоровую, эээ, схему взаимодействия. Ну, то есть, вот, в том смысле, что изначально вы выстраивали отношения не совсем на корректных основаниях, да, то есть изначально это было завоевание, изначально это было искусственное завышение вашей ценности. Вот, и отсюда такое, вот, некое такое, знаете, как бы сказать, некое опримечивание, опримечивание человека. То есть, вот, условно говоря, вы себя опримечиваете тем и тем, что, эээ, мотивируете, например, допустим, эээ, мужчину, да, допустим, мотивируете его на то, чтобы он вас завоевал. То есть, для меня это вот, эээ, как бы явный признак того, что вы относитесь к себе, ну, мягко говоря. А, немножечко обеспечиваюсь. Вот, я, как бы, ну, этого вы не достойны, вы, на мой взгляд, достойны гораздо больше, я не думаю, что вы будете с этим, в принципе, спорить. Вот, эээ, вот, в принципе, такая история, вот, в принципе, в принципе, то, что я мог бы вам сказать, эээ, ну, ну, вот, опираясь, опираясь на то, что, эээ, что, на то, что вы, эээ, описываете. Вот, и, в первую очередь, это нужно, эээ, ну, исследовать. То есть, в первую очередь, нужно разобраться именно с вашим эмоциональным интеллектом, вот, эээ, в первую очередь, нужно разобраться с вашими чувствами, нужно разобраться, может быть, подкорректировать ваши личные границы, чтобы, эээ, ну, чтобы, эээ, чтобы, эээ, на вас это, так, не влияло сильно. Вот, и тогда уже, ээээ, ситуация будет, вероятно, лучше. Вот, сейчас, сейчас вы переживаете достаточно сильно. Эээ, тревожность, сейчас вы переживаете достаточно сильно. Вот это вот ощущение неопределенности. Вот, и, проживаете вы его, конечно же, эээ, ну, достаточно тяжело. То есть, тут, эээ, по-другому, в принципе, и быть не может, эээ, потому что, эээ, любой человек, человек достаточно негативно реагирует на эээ, тревожность, это нормально. Но, другое дело, что вам для, эээ, снятия тревожность, ну, нужен, ну, нужен, эээ, другой человек. То есть, вам не, эээ, вы не можете справиться, словно говоря, сами, вот, с этой ситуацией. Вот, эээ, к, эээ, ну, к сожалению, к сожалению, вот, это, наверное, вот, то, что я, ээээ, хочу вам пока что сказать. Вот, наверное, ну, наверное, наверное, эээ, больше пока что мне добавить ничего особо. Вот, потому что, ну, мало, мало эмоций, да, эээ, на текущий момент. И, мне кажется, что, эээ, дальше просто можно, как-то, как-то, вот, уходить в какие-то, какие-то, такие, гадания. А мне бы этого не хотелось. Поэтому, давайте, мы на этом закончим. Я надеюсь, что вам помог, эээ, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи, я желаю вам, эээ, построения успешных отношений, вот. И обращайтесь, если будет нужна помощь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.